Кролик был очень доволен. Он направлялся в свой летний домик, который недавно купил за три морковки. Дороговато, конечно, но оно того стоило. Жить весь год в темной наре скучно и тесно. В чемоданы кролик сложил только самое необходимое. Свеклу, шишки и несколько точилок для карандашей. Домик стоял среди круглых кустов и высоких деревьев. Он был с фиолетовой дверью, острой крышей и длинной-предлинной трубой. Узкий дымоход тянулся к самому небу. Но, подойдя к дому поближе, кролик не на шутку испугался. У фонтана стояли четыре дикие кошки и лакали воду. Кролик лег на живот и подполз к кусту у фонтана и пискнул оттуда как можно отважнее. «Здравствуйте! Кто вы такие? И что вы делаете? Меня в саду!» Дикие кошки подняли головы. «Какой склочный куст!» Вздохнул тигр и продолжил лакать из фонтана. Тогда кролик выпрыгнул из-за куста и крикнул. «Извините, но вообще-то это мой фонтан!» «По утрам нам надо много пить!» Лениво отвечал леопард. «Чтобы взбодриться!» Это и кролику понятно. Напившись из фонтана, кошки и вправду взбодрились. Они стали носиться по саду, сломя голову. Они драли когтями деревья, ели цветы, рвали зубами шишки и гонялись за своими хвостами. «Зачем вы это делаете?» – простонал кролик. «Даем выход энергии!» – крикнул гепард. «А это обязательно делать в моем саду!» «Он и наш тоже!» «Где же вы живете?» «Вот тут, прямо на лужайке!» «А за жилье платите?» «А разве за него надо платить?» Кролик вбежал в дом. Ему было очень не по себе. Но он рассуждал так. «Раз у тебя в саду завелись дикие кошки, придется их приручить!» «Может быть, звери утихомирятся, если станут вегетарианцами?» Кролик раскрыл чемодан со свеклой и переложил ее на серебряное блюдо. Блюда со свеклой кролик вынес в сад. «Прошу вас!» – сказал он. «Вегетарианская пища крайне полезна!» Оскалив зубы, кошки набросились на свеклу. Они вгрызались в нее так, что сок брызгал во все стороны и жевали, не закрывая ртов. Просто ужас! Кошки совсем озверели. «М-м-м, вкуснятина!» – рычал лев. «Чувствуешь, у меня прям прилив бодрости!» И кошки затеяли борьбу прямо на грядках. А кролик ушел домой и позвонил маме. «Кто это?» – спросила мама. «У-у-у-у-у!» – всхлипнул кролик. «Вас не слышно!» «Мам!» – тихо сказал кролик. «Что делать, если в саду поселились дикие кошки?» «Дикие кошки!» – задумчиво повторила мама. «Надо устроить праздник для них?» «Ну да!» «Сделай красивые пригласительные билеты и позови их в гости!» «С соседями надо познакомиться поближе!» «Но они не платят за жилье!» «Это не важно!» «Спокойной ночи!» Кролик рисовал пригласительные билеты до позднего вечера. Чем они красивее, тем больше захочется прийти в гости. Внизу кролик нарисовал белочку, а по краям маленькие сердечки. Кажется, с сердечками он переборщил. «Ну тут уж ничего не поделать! Ластика-то нет!» «Приглашаю в гости!» «Приходите в дом кролика после захода солнца!» «До встречи!» Кролик взял корзиночку и положил туда приглашение и много-много маленьких карамелек. Когда стемнело, он вышел в сад и поставил корзиночку возле спящих кошек. Едва зашло солнце, как в дверь постучали. На пороге стояли дикие кошки. Они смотрели на кролика недоверчиво. «Нас вроде в гости позвали!» Сказала пантера. «Прошу вас, проходите!» Пригласил кролик. «Угощайтесь фруктовым коктейлем!» Кошки окружили большую миску и стали лакать. Когда миска опустела, шерсть у них встала дыбом. От сладкого напитка они взбодрились, как никогда. Кролик страшно перепугался. А вдруг они начнут буянить прямо в домике? Надо срочно выманить их в сад. Кролик вынес граммофон и поставил его на травку. А теперь танцы! Объявил он и заплясал, что было сил. Кошки смотрели на него с недоумением. «Прекрасно помогает от лишней энергии!» Уговаривал их кролик. «Какая чушь!» Фыркнул лев. «Уж лучше я прычу!» Рыкнул тигр. «А я подачу когти, а твой домик!» – мяукнула пантера. «А я погоняюсь за своим хвостом!» – заявил гепард. «Вечеринку устроил я, и мне решать, что на ней делать!» – возмутился кролик. Кролик был непреклонен, и дикие кошки стали неохотно пританцовывать на траве. Но постепенно они вошли во вкус и расплясались не хуже самого кролика. Но вот что удивительно, чем дольше они плясали, тем меньше и мягче становились. Когда пластинка доиграла до конца, дикие звери превратились в ласковых домашних кошек. Они подбежали к кролику и стали тереться о его ноги. «Ой!» – удивился он. «Какие вы стали маленькие!» «Ты на себя посмотри, какой ты стал большой!» – пискнула малютка тигр. «Да я вроде остался таким, как был», – сказал кролик. «Э, ну что же, прошу всех к столу». «Ура!» – мяукнули кошки. Кролик испек вкусный-привкусный торт с клубникой и накрыл стол у себя за домом. Кошки набросились на клубнику, они вгрызались в ягоды, и красный сок брызгал во все стороны. А тигр вскочил и стал прогонять надоедливую бабочку. Кошки остались кошками, но в чем-то все-таки переменились. А кролик окончательно успокоился, так что даже заснул за столом, наевшийся и довольный. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok